Мой доклад будет немножко про тематику конференции, даже не тематику, а специфику конференции. Это сжатые сроки, сжатые доклады, у нас есть всегда дедлайны, и про то, как запустить такой сложный продукт, как Kubernetes, когда у тебя очень сжатые сроки, хочется сделать хорошо. Хорошо. Немножко про нашу компанию. Это такое подразделение внутри Mail.ru. В Mail.ru очень много железа, дата-центров, все знают про почту, ВКонтакте, Одноклассники. Так вот, был внутренний облачный провайдер, который перерос в себя, и год назад мы запустили в продакшн публичное облако. Публичное облако IaaS, но этого оказалось нам мало. И в марте этого года у нас была задача, поставленная задача, мы под нее подписались запустить первыми в России Kubernetes как сервис. Это была очень амбициозная задача, с учетом того, что мы хотели быть первыми в России. Все знают про наших конкурентов, и хотелось выделиться. Задача была непростой, потому что, во-первых, Mail.ru очень любит импотсорс, и, с другой стороны, не покупает вендорские решения, поэтому просто купить какую-то коробку с Kubernetes было невозможно. И одновременно хотелось получить платформу и сервис, который интегрирован с нашим OpenStack облаком. Это большое OpenStack облако с SEF, гипервизорами, сетями и так далее. Важно, что мы хотели сделать удобное решение, удобное менедж-решение, например, Kubernetes, который умеет обновляться, Kubernetes, в котором существует такое простое управление пользователями, их правами, и, например, StartStop для тех, кто любит экономить. Такие действия. Ну и мониторинг, конечно. Ну и здесь главный фактор – это минимальный time-to-market. Ну, для нас это было полтора-два месяца. Изначально мы поставили себе полтора месяца запустить. Это было немного амбициозно. И в итоге запустили чуть позже. Да. Как я уже говорил про OpenSource решения. Из чего мы выбирали? У Mail.ru очень большой, большая экспертиза в OpenSource, в OpenStack конкретно, в Docker, в том числе, например, в Одноклассников. При этом по Kubernetes мы смотрели на решения, доступные в комьюнити. Были решения типа COPS, COPSPRAY, COUPADEN. Были определенные моменты, почему мы не выбрали их. Например, часть решений не поддерживала мультимастера, или другие решения не были интегрированы с нашим OpenStack облаком. Был еще вариант сделать вообще с помощью Terraform. Взять Terraform и провизжить виртуальные машины, сети, и дальше уже каким-то образом ставить Kubernetes. И одновременно с этим была другая сторона, это OpenStack. Потому что OpenStack комьюнити она большая, она не так быстро развивается, как Kubernetes комьюнити, но там история уже побольше. Много лет разработки. Был один проект Zoom, который фактически представляет контейнеры как сервис. Не Kubernetes как сервис, а контейнеры как сервис. Но нам он показался у него очень интересен, потому что это просто примитивное управление одиночными контейнерами, а клиенты хотели Kubernetes. Murano. Это такая дочка Mirantis. Но так как Mirantis ушел из России, как-то схлопнула вся разработка, и сам проект загнулся, и мы решили не ввязываться в такой сервис-каталог на базе Murano, хоть там уже был дистрибутив для Kubernetes. И остановились на Magnum. Это платформа, которая позволяет создавать кластеры Kubernetes. Или, например, кластеры Docker Swarm, но на Docker Swarm мы решили не обращать внимания, это было не нужно нашим клиентам. Да, и почему все-таки не подошли другие инструменты? Почему подошел Magnum, а не подошли другие инструменты? Это такой summary. Во многих инструментах нет интеграции с инфраструктурой. Они провизженят кластер на существующую инфраструктуру, при этом ее нужно как-то подготовить, и они не решают эту задачу, кроме Копса, который на тот момент умел работать только с Amazon. Сложно было кастомизировать. У нас большая экспертиза в Python, а вот большинство Kubernetes инструментов, они написаны на Go, и здесь возникло такое противоборство команд, и в итоге мы решили не ввязываться в Go, а продолжать работать с Python. Да, и в итоге time to market там лучше. Про мультимастеры я сказал, и последнее, очень важное, что эти инструменты не позволяли сделать life cycle. Те самые обновления, старт-стопы, масштабирование, не позволяли сделать управляемый life cycle. А нам хотелось контролировать все. Да, в итоге мы выбрали Magnum. Немножко про то, что он дает. Magnum это open source компонент, и он нам дал такой прям готовый фундамент для работы с Kubernetes. То есть было очень просто воспользоваться, создать кластер, а не все так просто оказалось последствия. Из его особенностей, то, что он использует HIT, это аналог амазоновского CloudFormation, практически один в один, для того, чтобы создавать ресурсы. Ресурсы, которые связаны друг с другом, например, виртуальную сеть, много виртуальных машин в ней, балансировщики, роутеры, правила firewall. А еще в нем поддерживалась, ну, кое-как, вот эта концепция life cycle, когда можно выполнять действия на конкретном объектном, например, кластером Kubernetes. И краткая картинка, как устроен HIT, как устроен Magnum. То есть это такой сервер, у которого есть API, и отдельный компонент, который называется Magnum Conductor, который с помощью драйверов для конкретных типов кластеров умеет создавать кластеры. А как он создает? Он фактически формирует такой большой хитовый шаблон, это YAML файл, и отправляет уже в OpenStack создавать ресурсы на базе этого YAML файла. И в итоге получается такая печка, которая выпекает Kubernetes кластера, и дальше умеет с ними что-то делать. А клиенты потребляют уже Kubernetes кластера с помощью стандартных средств типа Kukatela. Чем нам помог Magnum? Тем, что мы вышли в продакшн за два месяца. То есть мы начали разработку где-то в середине марта. Вы вышли в продакшн, при селесе, нормальный запуск, стабильный продукт уже в мае. И в итоге получилось вот такое решение, которое позволяет прям накликать себе компоненты, конфигурацию кластера, продакшн, стейджинг или девелопмент, выбрать дополнительные аддоны типа мониторинга или докюрегистри и получить кластер в течение какого-то времени. Дальше с ними работать, обслуживать, останавливать, удалять. Тут дьявол в деталях. Я расскажу конкретно, какие сложности мы решали на этом пути. И наша финальная архитектура, которая доступна на данный момент. Здесь очень важны нижние части. Например, тут есть такой большой кластер серв для стороджа. Есть еще компьютер сервера. Это все, что на базе OpenStack. И мы поднимаем виртуальные машины. OpenStack, сети, маршрутизаторы, балансировщики. И поверх всего этого работает Kubernetes. И есть такая компоновка стандартная, более-менее стандартная, типа ETCD, Core DNS, Calica как Network Provider и дополнительные компоненты, например, предустановленный Ingress. Нам очень важно, чтобы клиенты могли запускать свои приложения нормальным способом, не через Noteport. Либо же предустановленный мониторинг с Prometheus и Grafana. Это архитектура на данный момент, но мы прогрессировали. На самом деле, вначале получилось немножко не так. Вначале, да, первая архитектура, которую мы сделали с помощью Magnum, она использовала CoreOS как базовая операционная система и RKT как контейнер runtime для запуска сервисов Kubernetes. Плюс у нас была фланель как Network Driver и Traffic как Ingress контроллер. Вот мы посмотрели, показалось, что Traffic такой прикольный проект, модный, хипстерский, и решили попробовать. Оказалось, не все так гладко. Оказалось, что в CoreOS особым образом работает Cloud Unite или иногда не работает. Например, он не понимает мультипарт в качестве мем-тайпа. И наши лайфсайклы, которые мы планировали делать, мы начали разрабатывать лайфсайклы, обновление классера, оказалось, что оно не работает совсем там. И был такой выбор, либо же как-то это фиксить CoreOS, это был вообще какой-то космос, либо же уйти на что-то более стандартное. С этой экзотики мы перешли на Fedora Atomic и заменили здесь RKT на RANSI. Операция не дешевая. Это примерно полтора месяца работы команды на переписывание логики вот этих драйверов, которые создавают кластер у CoreOS на Fedora. Следующая проблема – это как раз то, что трафик оказался тупиковым решением. То есть мы приняли вначале неправильное решение, взяли это на GRS-контроллер, а получилось так, что у него была проблема с работой с сертификатами, с Let's Encrypt, например. Там все очень сложно так настраивалось. И плюс комьюнити оказалось гораздо меньше. Для нас очень важно, когда проект поддерживает большое комьюнити, у того же Nginx рецептов, как его готовить под конкретные нужды заказчика оказалось гораздо больше. И нам пришлось оказаться от трафика. И другая проблема, другая боль – это то, что мы используем Flanel. Для Time to Market решили взять уже готовый компонент Flanel, как-то не особо тогда выбирали. Оказалось, что он плохо работает с ЕЦД. В принципе, и мы видели очень много, ну и наши клиенты на самом деле видели такие проблемы, когда в логах Flanel пишется, что он потерял связь с ЕЦД, а так как этот Network Provider использует ЕЦД, то сеть ломалась. Ну, временно, временно. Потому что мы использовали балансировщики для связи Flanel с классами ЕЦД. То есть перед ЕЦД стоял такой внутренний балансировщик нагрузки. И была особенность, что соединения закрывались с балансировщиком, балансировщик ничего не знал о том, активны они или неактивны, и он рвал эти ЕЦД соединения. Рывал не только у нас в OpenState, но и в Amazon на самом деле. Это решилось в третьей версии ЕЦД. Там появился специальный такой Hardbit Noob, но Flanel, она не умеет работать с ЕЦД по протоколу V3, и поэтому пришлось отказаться от Flanel совсем. В итоге мы перешли на нашу хорошую архитектуру, уже более взрослую архитектуру номер 2. Она еще не совсем финальная. Там, где мы перешли на Fedora Atomic, перешли на Calica, мы очень долго мучились, а все-таки что выбрать в качестве Network Provider, либо Calica, либо VIV, в итоге перевесил Calica по ряду причин. Но в целом VIV тоже популярен, но нам он не подошел, потому что мы хотели обеспечить Network Policy как Ingress, так и Egress. И когда мы реализовали такую архитектуру, мы смогли делать Lifecycle. Lifecycle, вот что такое Lifecycle? Например, масштабирование кластера. В большую или меньшую сторону это такое действие Lifecycle над кластером. То есть меняется количество миньонов, или уже в новой терминологии нот узлов, либо же Start-Stop. То есть если масштабирование уже было готово в версии Magnum, то Start-Stop нам пришлось сделать самостоятельно. Почему клиентам важен Start-Stop? Например, для хостинга тестовых сред. Очень многие компании используют купленницы для тестирования, и чтобы экономить, они либо удаляют кластера, когда они уже не необходимы, либо же сжимают его до минимального размера, до одного узла, что тоже не совсем экономят деньги. А у нас они могут его остановить и заплатить только за жесткий диск во время остановки. Ну и экономим порядка 50-70%. Поэтому мы решили делать такой Start-Stop. Но самая большая сложность была с обновлением версий. Это была очень нетривиальная операция, как научиться обновлять кубернете стабильно с версии, например, 1.10 до версии 1.11. Но я немного про это расскажу. Ну и последнее удаление ресурсов, удаление кластера, который вызывает за собой удаление ресурсов, тоже была хитрая операция, потому что копился мусор, и в итоге нам пришлось делать такие определенные хаки, чтобы реализовать эту операцию. Да, немножко про Lifecycle, как это работает. Есть Orchestration Engine. Фактически это наш Magnum сервер, который управляет кластерами. И клиент говорит, что хочу сделать что-то и, например, отмасштабировать кластер. И виртуальная машина, в ней содержится специальный агент, который забирает эту информацию из Engine и начинает выполнять какое-то действие. Например, в случае масштабирования выглядит так, что клиент приходит и говорит, хочу добавить 10 нот. Magnum отправляет соответствующее сообщение в хит, говорит, что теперь новое количество узлов стало 10, и хит добавляет эти виртуальные машины. Тут еще важна правая часть на этом графике, потому что виртуальные машины, они должны тоже что-то сделать внутри, то есть, например, зарегистрироваться где-то. И в этом случае агент, работающий в виртуальной машине, собирает информацию из хита, говорит, что вот есть это новое состояние, например, количество нот равно 10, либо версия Kubernetes равно 1.11.2. И сделай что-то. Обновись, остановись. Ну, тут совершенно разные варианты. Концепция прикольная, но она была не идеальна. Например, в случае OpenStack, в случае готовых компонентов, как я уже говорил ранее, это не работало с CoreOS, что мы, в принципе, победили. Были такие моменты, когда мы обновили, мы активно разрабатываем этот продукт, и коммиты, и выкатки происходят каждый день, выкатки не продавшн. И когда мы обновляли версию драйвера, которая создает кластеры, клиенты, которые масштабировали ранее созданные кластеры, получали поломанные кластеры. В итоге, потому что обновление драйвера вызывало циклическое обновление всех ресурсов в этом кластере, циклическое пересоздание. Это полечилось. Ну и, наверное, самая сложная проблема была, то, что хит-агент иногда повязал, повисал, и какая-то операция, вместо того, чтобы выполниться мгновенно, она выполнялась несколько часов или отваливалась по тайм-ауту. Это все успешно лечится, если у вас есть какая-то экспертиза в питоне OpenStake. Ну и такая архитектурная проблема, как синхронизировать эти процессы. Потому что машин много. Купернер из кластера – это такая стучность, когда у вас есть, ну, минимум, наверное, три мастера для продакшена, и сколько-то узлов, десять узлов для миньонов. И вам нужно оркестрировать процесс обновления кластера. И вот эта операция вначале мы делали с помощью условных операторов, когда мы пытались определить, на каком узле выполняется операция, в зависимости от этого узла или роли узла, выполнялась она или нет. Ну и потом мы пришли к решению так называемой сайт-карт VM, это когда запускается отдельная виртуальная машина с каким-то оркестрирующим кодом, который уже содержит в себе бизнес-логику. И это вроде очень хорошо зашло. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, когда взяли готовый open source компонент, это долгое создание кластера. Как хотелось? Хотелось получить создание в пять минут. Ну вот я очень люблю Google Cloud, я прям приверженец его. И там ты приходишь, создаешь какую-то, ну, либо виртуальную машину, либо кластер, и она создается, ну, виртуалка за пару минут, кластер минут за пять. Вот хотелось приблизиться к Google Cloud. А начали мы за 40-50 минут. И как-то для клиента такой юзер-эксперинес не очень хороший. Мы стали разбираться, что не так. И оказалось, что в начале есть очень много компонентов. Например, тот же самый OpenStack. Его нужно правильно готовить. И в определенных местах, например, в имидж-сервисе, то есть сервис, который хранит образы операционных систем, там не работало кэширование. Оно не работало, и в результате каждый раз выкачивался образ 10-гигабайтный, и это занимало такое неопределенное количество времени, от двух до 15 минут. В идеале это занимает там секунд 30, но время скакало. Мы это успешно полечили. А вот дальше такая интересная проблема, с которой мы столкнулись. Как я уже говорил, мы используем хит. И в хите вы фактически описываете граф ресурсов. Ресурсы в зависимости, которые должны быть зарезовлены. Ну, если вы, если хит не знаком, то, например, терраформ. В терраформе вы тоже описываете, какую конфигурацию вы хотите получить. И кластеры, которые готовились с магнумом, изначально, они имели вот такую зависимость, что сеть, запровиженить приватную сеть, потом сделать мастеры, и только потом готовить миньоны. Эти операции последовательны. И здесь оказалось, когда мы стали смотреть, как много времени уходит на создание, то вот этот первый этап создания мастеров, он занимал 20-30 минут. Ну, это совсем такой космос. И создание миньонов, оно тоже занимало 3-5 минут. Это мелочь, но хотелось ускорить. Что мы стали копать дальше? Оказалось, что в хите есть такой механизм software deployment, фактически это установка каких-то аддонов. Например, установить ECD при создании виртуальной машины, ну, после создания виртуальной машины, установить кубовые сервисы, докер-сторадж, потом установить network plugin, и так далее, и так далее. И все вот эти операции, они выполнялись последовательно, последовательно, после создания виртуальной машины. А в миньонах, миньоны тоже выполняли определенные операции после создания виртуальной машины. Например, установка кублета, куброкси и калика. И это было неоптимально. Что мы сделали? Первое, что мы развязали создание миньонов, создание виртуалок с установкой в них аддонов, и мы стали провиженить миньоны и мастера одновременно. И это сэкономило нам, ну, примерно 3 минуты, что тоже хорошо, когда бьешься за каждую минуту. А второе, мы распараллелили установку дипломентов внутри этого хита. И теперь есть определенные дипломенты, которые делаются последовательно, их всего 4, и все остальные делаются параллелем, так там уже нет таких жестких зависимостей друг от друга. И это сэкономило 10 минут. В итоге мы приблизились к желаемой цифре не до конца. Сейчас это примерно 10-12 минут, но уже не 40, и экспириенс такой очень приятный у клиентов. Да, что еще? Garbage collection. Вы об этом не задумываетесь, когда у вас один кластер, а вот когда вы большой облачный провайдер, и к вам каждый день приходят пользователи, которые создают кластеры, удаляют кластеры. Ну, есть такой подход реальных пользователей, которые просто пришли попробовать, положили 300 рублей или воспользовались нашим бонусом, создали, понравилось, платят, не понравилось, удалили. Так вот, проблема, что часть ресурсов, которые мы создавали, они создавались OpenStack'ом, а есть еще другая часть, которая создавалась самим кубернетисом. Например, пересесенство волюма, если провиженится через PVC, то в этот момент мы создавали волюмы в нашем OpenStack'е. И о них OpenStack, конкретно Magnum, ничего не знал, не знал о принадлежности волюмов к конкретным кластерам. Аналогично с балансировщиками и так далее. В итоге при большом количестве кластеров у нас образовалось очень много мусора от клиентов, которые ушли. И это много ресурсов. Что нам пришлось сделать? Нам пришлось билдить кубернетис самостоятельно и билдить OpenStack Control Manager так, чтобы размечать эти ресурсы, которые создаются кубернетисом в OpenStack'е специальными метаданами и потом, уже обращаясь к этим метаданам, чистить и делать правильный garbage collection. Что еще важно? Была такая нетривиальная проблема. Когда вы работаете с кубернетисом или переходите на кубернетис, вы ожидаете, что это такая машина, которая поддерживает работу вашего приложения 24 на 7. И что ни случится, он перебалансирует, создаст новые поды, сделает рескейдеринг. Это не всегда правда. И, например, наши клиенты столкнулись с проблемами, что в случае персистингового варклоудов, то есть если вы используете персистинговые клеймы на нормальном сторидже, то кубернетис ведет себя немножко непредсказуемо. Например, если вы останавливаете виртуальную машину, одно поведение. Если вы удаляете ее, другое поведение. Ну и последнее, что когда вы производите аварию, эмулируете аварию, вы вообще не сможете предсказать, как он себя поведет. Вот простой пример. Я уже рассказывал про него на одном из метапов. Ситуация в миниатюре. Клиент создает приложение. Это реплика сет с WordPress и база данных. MySQL, и MySQL использует персистинт диск на базе Сефа и Синдера. Все хорошо. Они живут на разных виртуальных машинах. Что вот это очень важно, что это разные ноды сочерения кубернетиса. И что мы делаем? Мы как-то убиваем эту виртуальную машину, которая является фактически такой хост-машиной для базы данных. Убиваем ее, либо останавливаем, либо удаляем, либо ее крашим. Ну или убиваем кубилет. И мы ожидаем получить вот такое поведение, что MySQL переедет на другую виртуальную машину свободную, и диск будет успешно перемонтирован к нему. Оказалось, что все работает не так, как мы ожидаем. Да, при штатной остановке виртуальной машины вот эта операция занимает от 6 до 9 минут, потому что есть определенные таймауты и хардкоды в коде кубернетиса. Вот есть, например, тот Reconcealer Max Weight Phone Mount Duration, это 6 минут, когда кубернетис будет просто тупить и не понимать, что делать дальше с этим подом и с его маунтом. А еще удивительно, что если вы останавливаете виртуальную машину при работе с облаком, например, с Амазонами или с OpenStack, то она исчезает из списка ноткластеров. Вот это был сюрприз. Нам пришлось его исправлять. Коммитить все в исходный код и пушить, и делать полу-реквесты, но их до сих пор не приняли. Это такая специфика работы с коммьюнити. Да, что еще? Например, а если вы удаляете виртуальную машину, то вот это перемонтирование происходит практически мгновенно, но меньше одной минуты, потому что, на самом деле, связь между виртуальной машиной и приатаченным диском, она разрывается самим OpenStack. А самое забавное и самое неожиданное, когда мы эмулировали, когда клиент эмулировал остановку виртуальной машины и остановку кублета, он обнаружил, что Кубернетис ничего не делает с этим приложением и перемонтирование не происходит. Мы подумали, что клиент не прав, ну вот так мягко говоря, но когда стали повторять, обнаружилось, что да, действительно так и ситуация очень просто воспроизводится. Вам нужно загасить кублет и при условии, что если на этой ноде работало какое-то приложение с Persistive Volume, то нода будет помечена как на трейде. Дальше Кубернетис делает вроде бы стандартные вещи, он пытается поднять этот пот или поды на других нодах, которые здоровые, но при этом старый пот, он висит, и он висит в статусе unknown. И есть и старый пот одновременно в статусе unknown и новые состояния container creating, и ничего не происходит, потому что диски приматированы к старой ноде, и Кубернетис ничего не делает, он ждет бесконечно долго, нужно только вручную развивать эту связь. Есть много issues, мы даже тоже один из них создали, последний issue, но комьюнити не очень любят принимать патчи, нужно иметь такого ментейнера в кармане, чтобы это пушить в основе мейнстрима Кубернетис. И в итоге нам пришлось применять этот патч только внутри нашей сборки Кубернетис, чтобы поведение было при аварийных ситуациях более предсказуемым. Следующая наша боль, как казалось, вроде бы издалека, и неожиданная боль, это балансировка нагрузки. Например, проблема заключалась в том, что теряются хедеры. Теряются хедеры x4.edit4 при работе с балансировщиком, а так как мы создадим балансировщик для ingress-контроллера, то не работают из-за этого вайт-листы в ingress. Очень много веб-сайтов рассчитывают на то, что они получат IP-адрес клиента для того, чтобы сделать какую-то логику. И вот у нас терялись хедеры на уровне ingress-контроллера, потому что на уровне балансировщика open-statch-ного они еще были, а вот в ingress-контроллере уже нет. И у приложения, естественно, тоже нет. Все это фиксится более-менее просто. Вам нужно иметь балансировщик с поддержкой прокси-протокола, ну, например, Haproxy умеет или Nginx умеет, и включить его одновременно на уровне этого балансировщика open-statch-ного и на уровне ingress-контроллера. И кажется, что все просто, но тот компонент балансировки, который мы использовали в нашем облаке, он не поддерживал этот прокси-протокол, и нам пришлось глобально менять балансировщик в open-stack и перейти и перейти open-stack октаве. Мы тоже его допиливали, но на это ушло два месяца разработки. Да, с одной стороны, open-source дает большое такое преимущество на старте, а с другой стороны, вам приходится что-то дорабатывать и вникать очень детальней в эти процессы и фиксить руками. Тут баланс, о котором нужно всегда помнить. И последнее, да, наша боль, наша боль или боль наших клиентов была, это обновление версий. Обновление это сложно, потому что вам нужно обновлять очень много компонентов. Вам нужно в идеальном случае обновлять весь тег, начиная с производственной системы, версии докера, которая очень капризная, например, ECD, Kubernetes, ну и кубовые сервисы, там кажется, что все более-менее понятно, но есть также еще сервисы выше, например, сетевой драйвер и CoreDNS или IngressController. И кубовые сервисы можно обновлять просто, то есть такой простой рецепт, вам нужно обновить все на мастерах, просто заменить теги на мастерах и сделать рестарт сервисом. Потом сделать что-то похожее на миньонах и делать, чтобы это было безопасно, делать драйн. Ну, это такой простой способ, который обновляет сам Kubernetes, но есть, конечно, крайние случаи, когда у вас только один мастер, только один миньон, в этом случае будет даунтайм. И вот этот способ, он, его используют кубаном. Это подход патчинга. Все знают, что такое кубан, и в нем был реализован такой подход обновления, там есть планы обновления. Мы пытались его подтянуть к себе, сделать так, чтобы кластеры, которые создавались нами, они умели обновляться с помощью кубан. Это не получилось сделать. Несколько недель ресерча, и в итоге нам пришлось двигаться своим путем, но очень похожим. Да, из плюсов этого подхода, что его можно делать на барометале, они в облаке, и он достаточно быстрый. А из минусов, то, что нельзя обновить версию операционной системы, версию докера, и вот откат, он такой не совсем тривиальный, если что-то пошло не так, вам приходится заморачиваться с откатом назад. Как я уже сказал, мы реализовали эту версию, этот подход у себя, без кубадма, но не остановились над этим. Оказалось, что есть лучшее решение, более элегантное, как нам показалось, которое исповедует Копс. И это решение работает только в облаке, но так как у нас облако, ну, кажется, нам оно подошло. И решение основано на том, что в Копсе весь кластер, каждый миньон и мастер-нода помещается в автоскейлинг группу. И вы можете сделать хак, заменяя виртуальные машины в автоскейлинг группе, удаляя из автоскейлинг группы, дождаться, пока будет запровиженена виртуальная машина уже с новым образом, с новым образом операционной системы, с докер-демоном и уже соответствующими сервисами. Плюс то, что можно обновлять докер и операционку, а еще, что можно делать очень быстро откат, потому что откат фактически это вернуть удаленную виртуальную машину, или помеченную как удаленную. Из минусов то, что это не работает на железках, на барометале, но для нас это не особо критично. И из минусов, что это работает только в Амазоне и в Гугл Клауде. С OpenStack'ом, с Ажуром все очень сложно. Ну и последний минус, что это долго. Оказалось, что это долго, хоть и решение элегантное, но если у вас большой кластер, то обновление может занимать несколько суток. Вот ребята пишут это в слэке, скриншот из слэка. Да, потому что ожидание того, когда виртуальная машина будет добавлена в автоскеллинг группу, она может занимать до 10 минут, а еще есть многократный переезд подов, когда вы начинаете дрейнить эти приложения. И вот есть картинка, которая показывает, почему это долго. Виртуальная машина, вот желтенькие виртуальные машины, оранжевые точнее, это те, которые обновляются, это те, которые мы исключаем из автоскеллинг группы, и поды начинают переезжать, ездить туда-обратно, туда-обратно, и все это занимает очень долго, потому что один под может переехать на разное количество нод, и это происходит постоянно. Мы обнаружили хак, как в облаке можно ускорить этот процесс, сделать его чуть более дорогим, но сильно быстрее. За счет того, что можно удваивать количество миньонов во время обновления. и потом делать кордон старым нодом, и массовый дрейн тоже для старых нод. И еще не забыть про переназначение тейнцев, потому что часто вы тейните свои ноды для выполнения каких-то, например, джобов ресурсоемких. И вот картинка, которая демонстрирует, что становится все быстрее, значительно быстрее, потому что вы добавляете фактически такую копию вашего кластера и кордоните левую часть, это ваши старые миньон ноды, и начинаете массовый дрейн, и переезд, даже визуально, с учетом скорости анимации, занимает сильно быстрее. Экономия в разы. И мы пошли по этому пути. Сейчас мы внедряем эту схему, она не всем простая, но мы как раз делаем, реализуем подход реплейсмента при обновлениях, и в том числе наши обновления будут теперь включать обновления верхнего слоя, ингрессов, калика и корда и подобных вещей. В результате все будет более удобно. Ну и последняя часть про архитектуру. Я уже говорил, что мы сменили архитектуру один раз, сейчас настала еще одна смена, то есть мы слышим отзывы клиентов фидбэк и одним из таких отзывов был то, что клиенты они не хотят администрировать кубернетис. Многие клиенты вообще хотят получить контейнеры как сервис. Не кубернетис как сервис, а контейнеры как сервис. При этом в текущей идеологии мы даем клиентам полный SSH на ноды, с помощью которого они могут зайти, что-то сделать, и у нас нет SSH доступа вообще в кластер, и когда происходит что-то страшное, когда клиент задеплоит свое приложение, у него иногда отказывает мониторинг, он прибегает и говорит почините, мы говорим подложите наш ключик, но это не очень удобная ситуация. Да, поэтому что мы решили сделать, мы решили отобрать SSH у пользователей и права на деплой в куб-систем для того, чтобы обеспечить обновление как раз всех сервисов, которые у нас работают в куб-системе типа ingress-контроллера или core-DNS и калика и сделать менедж-решение. Да, и что мы сделали с SSH, мы отобрали его у клиентов и у себя, ну практически отобрали. Мы стояли перед выбором таким архитектурным, а как делать менедж-сервисы, не имея доступа к кластеру. Первый подход был в том, что мы можем на каждый кластер генерировать новые ключевые пары и сохранить эти ключики в такое безопасное хранилище с шифрованием. В OpenStack есть такой компонент. Но наша безопасность, она параномидальная и не получилось договориться с безопасником, потому что все равно есть риск того, что кто-то зловредный завладеет ключом клиента и зайдет и украдет какую-то информацию. Поэтому пошли по другому пути. Он заключается в том, что мы динамически герим ключевую пару, если возникает какой-то инцидент у клиента, клиент обращается в джири, и мы подкладываем эту пару с помощью хит-агента в все виртуальные машины клиента, все виртуальные машины, мастеры и ноды, и уже решаем проблему. Как только инцидент закрывается, этот же агент удаляет эти ключевые пары, и таким образом наши админы, наши саппорт-инженеры, они не имеют доступа к кластеру клиента, а весь доступ такой контролируемый и лагируемый. И кажется, что это очень прикольное решение, потому что снимает с нас ответственность за доступ к данным и делает клиентов счастливыми. И последний слайд про вызовы. Прошло уже примерно 8 месяцев с того момента, как мы запустили, как мы начали работать, предоставляя Kubernetes как сервис, 6 месяцев с продакшена, есть много клиентов, много фидбэка, мы постоянно трансформируемся, и наши планы, что мы хотим сделать. Я уже говорил про обновление, правильное обновление за счет реплейсментов. Также мы движемся в сторону лучших менеджер-сервисов, и здесь мы говорим про массовый патчинг кластеров, когда выходит какая-то уязвимость, нам нужно сделать так, чтобы клиенты были не зафекчены этой проблемой. И такая концепция, как нотпулы, для того, чтобы держать машины разного размера для ваших нот, и автоскейлер, так, чтобы кластер автоматически подстраивался под нагрузку, под нагрузку, которая генерируется приложениями. Сейчас это работает с Амазоном, Гоуклаудом, Ажуром, это не работает с ОПЦТЭКом, мы пишем все эти компоненты самостоятельно, так как на комьюнити иногда сложно рассчитывать, часто они дают какие-то хорошие концепции, хороший код, но так как нас преследует time-to-market, то приходится делать все самим. Иногда отдавать в комьюнити, иногда не отдавать, так как это становится уже такой интеллектуальной собственностью. Ну и выводы, наверное, выводы. Нам нравится open source, нам нравится open source, и здесь open source в виде openstack и готовых компонентов, он сильно помог вырваться на старте, но всегда нужно помнить, что open source нужно готовить, нужно уметь готовить, и в этом случае не всякая компания может себе это позволить. Компания масштабов Mail.ru, да, и у нас open source и openstack очень хорошо прижился, и мы в него будем дальше инвестировать. у меня все, спасибо вам. Есть? Да, давайте. Не работает. уже по факту, но у нас биллинг он посекундный, поэтому это обновление обычно не занимает, в случае реплейсментов оно не будет занимать больше получаса. Ну, то есть эта оплата ложится на клиента, но это более надежно. Так же делают, например, Google Cloud, но там они создают только по одной виртуальной машине, и все равно это долго. Мы хотим сделать быстрое обновление. оплата ложится на клиента, но это небольшие деньги, потому что биллинг по секунде. у нас только один микрофон и один человек и несколько рук в зале. Спасибо за доклад. А как вы клиентам логи доставляете? Логи подов? Ну, они настраивают флюинбит, и там уже это вполне нормально. Но мы сейчас идем в сторону сервиса, чтобы эта штука была из коробки. Но сейчас приходится настраивать флюинбит и ЛК отдельно. А менеджмент самих подов через дашборд или кубу стелл? И то, и то. Вот. Есть ограниченный, неограниченный доступ, есть интеграция с нашей identity провайдером, если мы говорим про большую компанию, чтобы разделять доступным спейсом. да, и это работает хорошо. Спасибо. Спасибо за доклад. У меня вопрос про обновление и вот как раз про кубаду. Вы на берметали не пробовали обновлять, то есть если я запущу кубаду, он обновляет одну, одного мастера, допустим, или он обновляет автоматически весь кластер, мне сразу захочет обновить. Он делает роллинг апдейт, он делает роллинг апдейт, и он может упасть. Ну и сначала обновляются мастеры, потом ноды. То есть это он все делает типа в комплексе, и нельзя поделить, допустим, сказать ему обновить одну ноду сначала, потом следующую ноду. Ну да, нельзя, вам приходится это. То есть на берметали безопаснее руками обновлять каждый компонент? Чаще это просто, проще, если у вас, потому что bare metal обычно это большие машины, и машин не так много, да, и кажется, что проще просто поменять версию в скриптах и перезапустить, если вам не нужно заморачиваться с докером и операционкой. Спасибо. Вот есть человек. Спасибо за доклад. Расскажите, пожалуйста, про интеграцию Zoldap или с сервисом Active Directory, про безопасность и прочее. Что у вас с этим? Смотрите, интеграция с Zoldap уже ложится на плечи клиентов. Есть очень много готовых таких провайдеров, компонентов, которые через вебхуки позволяют интегрироваться с Active Directory. Мы же даем прежде всего интеграцию с нашим Keystone. Это Keystone это identity провайдер в OpenStack. Вот. Но вы также можете поднять, если у вас есть Voldap сервер, через вебхуки поднять авторизацию в QPTL или в дашборде. Такая авторизация есть в OpenShift, но мы не используем OpenShift по разным причинам мы используем ванильный практически Kubernetes и подсказываем клиенту, как это настраивать. Окей. Были еще люди. Кто последний поднимает? Давайте. Один микрофон не работает. Вы же говорите, что вы запрещаете деплоить в куб систем. Соответственно, чтобы вам сделать авторизацию по вебхуку, вам нужно бисеры передеплоить. Мы еще не запрещаем. Я бы так сказал, что мы идем к запрету. Это еще недоступно на продакшене. При этом для определенных клиентов мы можем открывать эти права. Если вы понимаете, что хотите перевести в кластер из managed в unmanaged, то такая опция есть. Не хочется выкручивать руки клиентам, поэтому мы достаточно гибкие и подстраиваемся в roadmap, ну и в том числе идем на встречу клиентам. Спасибо. Добрый вечер. Раз-раз. Только не кидайте микрофон. Добрый вечер. Спасибо за доклад. Большое. Я из компании Flant. Мы в свое время тестировали вашу платформу. Была куча вопросов, практически на все вы ответили. Это было давно, когда вы тестировали. У меня просто пара вопросов осталось. Собираетесь ли вы делать возможность деплоя одного кластера в несколько зон? Потому что в OpenStack, я так понимаю, у вас есть возможность в разных зонах. Вы знаете, это уже есть, мы это уже сделали. Мы это уже сделали. Если возникает проблема с ETCD, потому что на практике когда мы начали смотреть, как себя ведет ETCD в таком геораспределенном дипломенте не очень хорошо. Поэтому большая часть кластеров она в сингл зоне. Их можно перенести, но вот такой геораспределенный кластер, да, он уже поддерживается, у клиента есть выбор геораспределенный кластер GCP. Да, latency здесь в ETCD самая большая проблема. И вопрос насчет были проблемы с сториджем, что нестабильный нестабильная работа, скорость работы была сториджей, и тогда обсуждали вопрос насчет квот. Сделали, собираетесь. Квоты еще нет, но у нас появилось, как раз вы использовали геораспределенный сев, оказалось, проблема не тогда всплыла, при этом у нас есть локальный сев, у которых скорость работы лучше, но и в целом мы сильно затюнили сев с учительной перформанса, мы добавили больше кэширующих метадата серверов, и у нас HDD-шный сев выжимает сейчас порядка 3-3,5 тысячи опсов, а с sd-шный сильно больше. Спасибо большое. Можно я сразу вопрос задам? Тоже фланд. Меня за Андрей зовут, спасибо за доклад. Можете поискнить по контейнерам рантаймом, пожалуйста. У вас вначале был РКТ, потом у вас только образился РАНСИ, а потом образился Докер. Докер для клиентских приложений. РАНСИ А вы прям РАНСИ используете? Не КРИО, а чистый РАНСИ? Да. Спасибо. Только хардкор. Кажется, что все, у нас закончилось время. Всем спасибо. Приходите на наш стенд. Можем отдельно пообщаться по вашим вопросам. пообщаться. Спасибо. Продолжение следует...